Губернатор Ненинского округа Александр Цибульский провел итоговое в текущем году заседание антинаркотической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. В ходе мероприятия были заслушаны доклады представителей органов государственной и муниципальной власти, правоохранительных и надзорных органов о наркотической ситуации в регионе и о мерах, принимаемых в целях повышения эффективности профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Одним из основных вопросов стала тема доступности электронных сигарет и курительных смесей для подростков. Об этом в ходе заседания заявили представители Управления МВД России по Ненинскому округу. Речь идет об электронных устройствах – вейп и айкос, а также о снюсе – измельченном увлажненном табаке, который помещают между верхней губой и десной на длительное время, в результате чего в организм поступает никотин. Факты употребления снюса выявлены среди наринмарских школьников. Потому что табаком не пахнет, можно уйти от ответственности от родителей. Родители даже не замечают о том, что человек, ну и он и ребенок, потребляет этот, как говорится, наркотик, назовем его, так больше не назвать. Мы выступаем, вот сейчас мы зафиксировали в первой школе у нас всплеск, педагоги нам сообщили, прошу вам спасибо за информацию, мы провели мероприятие, и вчера был всплеск в третьей школе употребления данного снюса. Мы провели профилактические мероприятия со всеми магазинами табачными, которые распространяют, могут распространять данное зло. Мы выявили, что в Брестуле у нас распространяли тысяча мелочей, белый дым, но на данный момент здесь, на территории, уже не распространяют, вот в этих магазинах. Употребление снюса вызывает очень сильное никотиновое опьянение. Одна порция табачного изделия по содержанию равна трём пачкам сигарет. Для минимизации вреда несовершеннолетним от употребления подобных веществ окружная полиция обратилась к администрации региона с предложением ввести запрет на продажу подросткам никотиносодержащих препаратов. Как отметил губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский, в данный список необходимо включить и электронные сигареты. Также глава региона обратил внимание на необходимость усиления пропагандистской работы. Сегодня, я так понимаю, большинство ведь почему делают этот шаг? Они видят вот эти примеры, что вроде как модно, не модно. Вот мне кажется, нам надо усилить работу пропагандистскую именно в этой части, в том, чтобы уберечь детей от первичного соприкосновения с наркотиками. И вот здесь нам надо максимально усилить именно пропагандистскую и такую визуальную информацию. В целом, с начала года в округе зарегистрировано 36 преступлений, связанных со сбытом наркотиков и одно с хранением запрещенных веществ. Также полиции выявлено 18 лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, три из которых – женщины. Из незаконного оборота за отчетный период изъято около 40 граммов наркотиков. В основном, все они растительного происхождения. Но по информации полиции, в декабре в регионе были задержаны лица, которые распространяли спайсы и наркотические вещества синтетического происхождения.